Так вот, это учение, лжеучение о молитве за умерших, понимаете, оно настолько сильно стало распространяться, я в этом вижу что-то сверхъестественное. Есть мир Божий, мир ангелов Божий, но есть мир демонов. И если церковь не имеет фундамента в Божьем слове, то она подвержена демоническому влиянию. И есть Божья истина, которая имеет Божьи подтверждения в божественных чудесах, в знамениях. Но есть ложь дьявола, которая подтверждается ложными чудесами и ложными знамениями. Ложным не потому, что их нет. Это да, они есть, они сверхъестественны. Но они ложны лишь потому, что они подтверждают собой ложь. Когда Моисей бросил посох, и он стал змеем, это было истинное Божье чудо. Потому что оно подтверждало собой истину. Потому что Моисей был реально послан Богом. Он имел реально посланничество в свою судьбу, друзья. И он шел для Израиля, для спасения детей Божьих. Так вот, а жрецы египетские, они бросили свои посохи, и их посохи тоже стали змеями. Это были уже ложные чудеса. Они по внешности были те же, тоже змеи появились из их посохов. Но эти чудеса, они подтверждали ложь. Бог не стоял за этими жрецами. И они не были посланными Богом. Они подтверждали ложь. И поэтому очень часто, люди даже в недоумении порой, очень часто, как бы, какое-то есть даже сходство Божьих чудес делал. Он порой, как бы, да, хорошее слово, имитирует Божьи чудеса. Он, как бы, что-то такое подстраивает под Божье чудо. И некоторые люди говорят так, а почему нельзя обращаться к колдунам? Ведь там уже есть исцеления какие-то. Друзья, да, есть, конечно, какой-то результат. Есть быстрый, вот сегодняшний результат. Но есть еще и что-то, то, что будет дальше. Есть какой-то финал всему этому. И вы знаете, те люди, которые получали исцеление, допустим, от колдунов, они потом подтверждают такие вещи, что в дальнейшем их ждало разочарование, их ждало просто крушение, поражение. Порой еще больше и худше болезни и дальше. То есть, знаете, что потом? Потом тупик. У дьявола нет выхода. Но когда Бог дает исцеление, он потом дальше выводит твою душу, спасает, утверждает. И вообще-то это ведет к реальному спасению и души, и тела. Слава Богу, друзья мои. Так вот, и ложными чудесами дьявол подтверждает свою ложь. И я могу лишь этим объяснить очень быстрое распространение этого уже учения. Настолько быстрое, что через 48 лет, я говорю, когда Русь приняла Киевское крещение с Византией, это учение уже стало учением официальной церкви. Через 48 лет это учение уже было общепринятым в официальной православной церкви. Греции, по крайней мере. А уже в 11 столетии, уже через 100 лет после этих событий, это учение стало принятым и католическим, но в западной части церкви. Тогда еще не было этого разрыва. Только лишь в середине 11 столетия это произошло. В 1054 году разрыв такой окончательный, такой между Западом и Востоком произошел. И западные богословы переняли у восточных вот это учение. Это откровение. Но на Западе, знаете, что интересно подошло? На Западе они это учение не просто тупо переняли, а они его переосмыслили, они его дополнили, они его углубили и довели до безумия. И вот его честно, довели просто до безумия. Ну, я вот такой пример приведу. Богословы там рассудили так примерно, рассуждали в среднем веке, что хорошо, значит, душа будет откупаться, но, а вдруг у души переизбыток добрых дел? Ну, допустим, если он всю жизнь на Западе прожил, значит, ну, вершить ему даже чисто физически не получалось, значит, ну, и вообще, значит, и он, значит, и он, ну, как бы, ну, волей-неволей он там, значит, там, значит, там, только лишь осветился или когда-то освещался, значит, и вот, и они вот такой вывод сделали. Он, значит, искуплял свои грехи, и у него еще есть избыток. При избыток добрых дел. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот они представились, когда, по-другому, две сестры или два брата идут, значит, по мутарствам, один там еле-еле откупается, значит, и там не хватило, и там обвесили бедолагу, и там, значит, что-то случилось, недомолились за него, значит, там. А другой идет, значит, и он там, значит, откупается. Вот просто так, без сдачи, там, бросает, на собаку, там, подавис, там, бросает, бросает, там, на весы, даже, потому что у него еще полный мешок добрых дел. Он искупился, значит, он все, откупился, он чист. И они так посудили богословы средневековые. А не взяли бы взять немного добрых дел у того брата? Они ему все равно не нужны уже. Зачем ему родили добрые дела? И поделись с ближним, дай ему, выкупи брата своего, там, так далее, это по-братски, по-северственски, значит. И одним словом сказано, сделано. И на Западе родилось такое учение. Учение о святых индульгенциях. Учение о святых индульгенциях. Это не просто, это упрощенное представление о том, что индульгенция – это прощение грехов за деньги. Смысл этого учения гораздо, ну, серьезнее. Ведь там не просто от Бога получала душа освобождение, а якобы через заслуги каких-то других умерших святых получала душа освобождение от грехов. То есть не просто человек платил деньги за свободу грехов, но он конкретно получал спасение не от Бога, а от этих умерших святых. И, а вы скажете, а как же монахи, ну, додумались, и как же богословы это все продумали? Ведь это же, ну, шутка или досок, где нужно грешников спасти. А хватит ли на всех добрых дел? О, только платите. На всех хватит. Значит, дело в том, что богословы, а что монахи, стали переписывать жития святых, дополнять их новыми фактами, невиданными и неслыханными вообще доселе. Вот, значит, и канонизировали направо-налево многие святых, значит, потом других деканонизировали, потому что, поняли, слишком многих канонизировали, значит, и так далее. И вот у этих святых нашлось очень много добрых дел, значит, монахи составляли новые и новые версии жития такого-то святого, где появлялись новые чудеса, новые его подвиги, новые самые истязания, такой садомазохизм какой-то религиозный, не знаю, не знаю, значит, но вот и говорилось, утверждалось монахами, смотрите, вот через их добрые дела, этих монахов, этих погрешников, вы, европейцы, можете быть спасенными. И в начале индульгенции, кстати, до сегодняшнего дня, официальная церковь патологическая так и не покаялась в индульгенциях. И теоретически, сегодня каждый католик может получить такую индульгенцию до сегодняшнего дня повторяю. Даже при всем при том, что покойный папа Иван Павлов II много сделал прогрессивного, он так и не посмел поднять руку на это учение, лжеучение. Я надеюсь, что нынешний папа Бенедикт XVI, он все-таки сделает это. Хочется верить, что наши братья-католики освободятся от этого страшного ерма, страшнейшего лжеучения, лжи. И, друзья мои, так вот, что произошло? Понимаете, как это происходило? Допустим, вначале это было лишь для умерших, вначале не шла речь о живых, вначале лишь за умерших переживали, ну, платили живые, понятно, понятное дело. Допустим, приходил ты в костел к батюшке и говорил, вот так и так, отец Ксиоса снится мне там умершая моя мама или кто-то еще, знакомый, или родственник, и что-то неважное выглядит он в этом сне. Батюшка сразу смекал, к чему дело, и говорил, выясни, пожалуйста, или сядьте, пожалуйста, в кругу семьи, чем была грешна эта душа при жизни. Выясняли родственники, чем она была грешна, что-то вспоминали старое, что-то, значит, одним словом, они находили какие-то откровения об этом. Приходили снова к священнику и говорили, душа грешна была тем, тем, тем. Священник все это подсчитывал тщательно, потому что по ватиканским этим расценкам, допустим, такой-то грех стоил столько-то денег, такой-то грех, прощение такого-то греха стоило столько-то денег, прощение такого-то греха и таких-то грехов стоило таких-то денег. И были продуманы расценки. Одни расценки были для простых христиан, другие были для элиты, и, конечно, если короли, они по-королевски и рассчитывались, рассчитывались, и по-королевски грешили, по-королевски рассчитывались. И что получалось? Люди платили деньги за прощение грехов своих умерших родственников, знакомых, друзей. А если кто-либо сомневался в этом, ну, вообще с оппозицией боролись раньше очень просто. На костер, значит, как бы, значит, и, как бы, значит, фамилии не спросят, значит, вот, хотя были и другие методы убеждения. Допустим, монахи некоторые доставали специально из Ватикана книги, иллюстрированные, с картинками, раньше не было фильмов этих, все по картинкам, и эти картинки напоминали комиксы ужасников каких-то. Потому что там были, допустим, описывались большие сковородки, на которых во фритюре бедных грешников поджаривали, всякие скороварки, значит, там, для других грешников, значит, всякие, значит, там, один стол, значит, всякие страсти, мордастинки. Вот, и священники объясняли, вот если вы не заплатите за своего родственника, мы вам скажем, чем обойдется вот эта душе, ваше упорство, такое, ваша жадность. Вас жаба, понимаете, давит, а его там будут давить, значит, там, бесы, значит, конкретно, значит, и будут по полной праве над ним издеваться такое-то время, такими-то пытками, такое-то время, такими-то пытками. Конечно, люди из жалости порой продавали свое имущество какое-то даже, самое необходимое, и выкупали эти бедные души. Есть по этому поводу масса анекдотов вообще, значит, сами же, сами же, которые рассказывают их. Я в монастыре католическом наслушался их вот так вот. Вот, значит, один расскажу. Говорят в Польше, что был реальный случай такой, вот, стал просто как анекдот. Одна женщина, она очень сильно переживала по поводу смерти своего мужа, говорят, это было в Даньске. Вот, значит, и священник с Варшавы мне все рассказывал вообще-то. Вот, значит, что жена переживала по поводу смерти своего мужа, и она пришла в один из костелов, и где она поселилась, и, значит, недалеко от дома своего нового. И она много платила за душу умершего своего. Мужа знала, что он был грешником большим, значит, она хотела его выкупить. Она была такая искренняя, такая гадоличка. Вот, она много очень платила, священники совершали службу, а он ей все снится и снится, и очень неважно выглядит каждый раз. Вот, и однажды она пришла уже в отчаянии к священнику, говорит, отец ксенц, вот так и так. Ну, я просто, ну, не знаю, ну, и уже денег уже нет, уже все, а он ей снится, и все очень плохо как-то там в загробном мире. И этот ксенц, я не помню это слово, но примерно так вот звучала эта мысль из польского, значит, что я, как бы, чувствую, он сказал так, что, как бы, я чувствую, что он уже вот близок к спасению, как бы, вот еще, ну, еще немного, как бы, и он уже будет уже в царстве. Просто он сейчас, ну, как бы, еще брыкает там, значит, ну, бесы-то его не отдают, значит, я уже даже в духовном мире, как бы, его там, ну, волосы шевелюбная, и уже, как бы, перевожу его туда уже, брай уже, только, ну, еще доплати, еще табли, уже в последний рывок, короче. Такое радикальное нужно пожертвовать сделать. И вот, значит, и, а эта женщина, с ней истерика была, правда, говорят, значит, и она, значит, сказала следующее, что, вот, отец ксенц, бросьте тому мужика, это не мой муж, мой муж был лысый с самого начала, вот, да, значит, ну, друзья, вы знаете, значит, я скажу так, что, вообще-то у Ирана Мартодамского, значит, там, значит, вещи есть покруче, конечно, из реальной жизни средних веков тогда в Европе. И вот, значит, и в его похвали глупости, там еще потрясающаяся иллюстрация. И вот, значит, и, и вы знаете, значит, богословы не успокоились. Вы знаете, бесы подтверждали ложными чудесами вот эти ложные учения, потому что по Европе целая волна прокатилась от этих сновидений. Люди видели своих умерших вдруг ни с того ни с того в плохом состоянии, с ключками, значит, и так далее, с другими видами пыток, значит, на теле. И эти европейцы несли деньги свои, значит, выкупая души умерших своих. Но этого было мало. Для религиозной, мафиозной коррупированной структуры этого было мало. И было придумано следующее. А почему нужно ждать смерти? Нельзя ли при жизни иметь добрую совесть? Кстати, вот то, что покупали для умерших, да, это были индульгенции с печатями, с подписями, то есть, ну, как бы, все вроде бы, не знаю, были ли там водяные знаки, не знаю, значит, но вообще-то это была настоящая бумага, заверенная Ватиканом, значит, все было, значит, честь по чести. И люди верили этой бумажке, понимаете? Люди верили этому всему. А потом, когда в богослову сказали, а теперь мы делаем продажу грехов, прощение грехов за деньги для живых. Зачем тебе умирать? Сейчас заплати иметь добрую совесть. И, друзья, значит, и люди приходили на исповедь и говорили, например, ты приходила на исповедь и говорила, что батюшка, я грешна, значит, конкретно. Вот, это было не просто праздновать любопытство, значит, или телефон доверия, значит, батюшке. Это было еще и своего рода бизнес был, выпадывать все грехи у души. Потому что пока ты говорил, значит, называл свои грехи, батюшка там считал счетами, в этот момент он уже фиксировал эти грехи. Вот, и потом в конце, вот, заказ заплатите, вот, и вам будут сертификат, что вы прощены, ваши грехи прощены. А если душа упиралась, опять-таки, были методы убеждения очень серьезные, книги доставались, там все подробно расписывалось, рассказывалось подробно все, ужасники такие. Конечно, значит, ну, человек маломальски себя, как бы, уважающий, значит, и, как бы, переживающий за свое здоровье, значит, хотя посмертное даже, значит, но он, как бы, он платил. Вот, и, друзья, эти сертификаты скапливались у людей на квартирах о прощении грехов, прощении грехов. И когда европейцы эти умирали, им в гроб, в гробницу прям, положили эти сертификаты, в руку прям, в скатку, там, в стандартное, что ложили, и они верили, что это проходная, пропуск в царство. Они верили, что когда душа придет, значит, ну, в то состояние загробное, и бесы там с претензиями какими-то, значит, с наездами своими, значит, как всегда, вот, то душа бы сказала, ребята, постойте, за все заплачено. Раз так развернул, за все заплачено. И при том ты рядом с серебром и золотом. Там, наверное, бесы в шоке были, наверное. Что вы там на земле чудите вообще-то? Вот, и, ну, людям это верили. Они так жили, они так верили. Ну, конечно, была оппозиция, это были те, кто не верил всему этому, но я повторяю, что эту оппозицию сжигали на кострах, или же под пытками они предавали свою душу Богу. И, допустим, был такой в то время один, ну, самый такой известный, такой изувер, такой монах, инквизитор Фома Торквимада. Фома Торквимада, его им не боялись, не только в Испании, вообще его им не боялись во многих странах Европы, потому что он лично сжег порядка десяти тысяч человек. Лично он сжег. Плюс еще примерно столько же он совместно участвовал в других казнях, значит, примерно столько же людей. И при том, что большинство осужденных, которые попали ему в руки, они до смертной казни не доживали. Большинство осуждаемых, они умирали в процессе допросов и так далее. Этих расследований. Инквизиции буквально на русский язык переводится как расследование. То есть им была важна не просто казнь, а именно им было важно само расследование, им была важна сама процедура этих пыток. Монахи продумали целые доктрины большие о том, что брали местописание даже. Представьте себе, что страдающий плотью перестает грешить. И вот они старались пытать так, чтобы человек не умирал. Даже если люди просили о смерти, просили, чтобы монахи побыстрее их убили, но они специально не давали людям умереть, но пытали так, что, допустим, медленно вытягивали жилы из человека, снимали жильем кожу, обливали уксусом и так далее. То есть много было жутких казней, жутких пыток. Таких люди порой днями умирали в жутких этих агониях и им не давали умереть. Если они уже хотели умереть, то их приводили в чувства вовремя. И даже бывало, что их снимали с крючков, лечили некоторое время, а потом снова их предавали этим пыткам. Чтобы как можно больше он помучался, чтобы... Самое интересное, большинство монахов искренне верило, когда я так понимаю, судя по их сочинениям, что они делают во благо душе человека. То есть из милосердия они, выполняя миссию бесов, мучают тело, чтобы там в загробном мире душа меньше мучилась, меньше страдала. Вот, значит, и это было целое учение. И люди жили в этом столетии, за столетием. В этом жила и Европа христианская, и также и Россия. Красная площадь, она была очень часто красной, не просто по названию красивой. Из-за того, что много крови было на этой площади, и люди днями целыми умирали, вопили, стонали на этой площади под колесами, на дыбах, значит, и так далее. Вот, это лишь за то, что они осмелились читать писания, осмелились противостоять официальной церкви, официальному мнению. Это было в нашей истории с вами еще 500 лет назад, и даже меньше того. Друзья, и взять в московский Кремль казематы Кремля очень часто были заполнены для отказа осуждаемыми, так что люди не доживали до смертной казни, а задыхались, потому что камера, рассчитанная на 10 человек, набивалась сотнями людей, так что люди стояли как селедка в бочке буквально, значит, днями стояли, и воздуха не было, фактически они задыхались и таким образом умирали. Вот, значит, это не только времена Ивана Грозного, это и более поздние времена, и вся вина этих людей была лишь в том, что они осмелились противостоять официальной церкви, официальным доктринам, осмелились иметь свое мнение, личное мнение. Это тысячи и тысячи душ. По одному лишь старобрядческому делу прошло более миллиона человек. Это жуткая бойня своего же народа. Лишь за обряды, лишь за традиции шла речь. Не шла речь даже о вероучительных доктринах, там шла речь именно об обрядах и традициях. Там не было разницы вероучительной разницы. Так, и еще очень важное замечание. Дело в том, что вот эти индульгенции продавались в Европе, люди верили в это все, но, понимаете, дьявол настолько там уже обнаглел в Европе тогда, в среднем веке, что богословы продумали целую доктрину о том, что можно не только за прошедшие грехи платить, но даже за будущее. И грешить с чистой совестью. Допустим, если, например, дочеркаился и говорил, что я грешнарен или грешен в чем? В том-то и в том-то. Батю говорит, хорошо, заплатите, будьте свободны. А потом предложение такое, а вы не хотели бы еще раз ходить, значит, что-то сделать. Спецпредложение с Ватиканом. Платите и грешите с чистой совестью. Без таких угрызений, переживаний, без сотых ночей. Все очень просто. Ваши деньги и весь сервис религиозный. Значит, и люди верили в эту гадость. Люди верили. Нам сейчас кажется смешным, непонятно, но люди, не имея Божьего слова, не имея Библии. Ведь в Европе, в христианской Европе, на протяжении 500 лет, более чем 500 лет даже за хранение Библии полагалось смертной казни. В христианской Европе даже за хранение Библии полагалось смертной казни. Может, кого-то сейчас шокируют такие заявления, но это реальность. И когда король Иосиф, Хосе, ну по-нашему Иосиф. Значит, когда король Хосе, он, значит, в Испании первый процесс по делу хранителей и читателей Библии произвел, и первые смертные приговоры были вынесены, то один из этих осуждаемых, он покаялся в этом. Он в присутствии народа всего и перед королем он просил прощения и обещал в случае помилования не только самому Божьему не читать Библию, но даже доказать своим детям и внукам, всем потомкам, вообще никогда не открывать Библию и не касаться нее. Но король был неумолим, он сказал фразу, которая облетела весь тогдашний христианский мир и привела восторг к папу Римского и сделала его фаворитом даже папу, по сути. Он сказал следующее, что даже если ты был бы мой сын, я бы сам нес дрова для твоего костра, потому что ты осмелился нарушить повеление матери церкви. Это дословно. И друзья, того несчастного сожгли, он умер на костре, в руля Бога и Писании, но другие люди, которые сжигали на костре, они пели сломы Богу, они умерли достойной смертью христианской и прославили Бога на самом деле. Вот и в общей сложности таких читателей, насколько я помню сейчас, порядка 36 тысяч было сожжено в Испании, христианской Испании. И это лишь за чтение Божьего Слова, лишь за хранение или чтение Божьего Слова. И лишь за переписывание, еще была статья такая, Божье Слово, за переписывание. Потому что Библию могли иметь лишь только священники и только лишь на латинском языке. Но не для прихожан, а иметь именно, хранить у себя. То есть церковь стала хранительницей неспасенных душ. Таким страшным очень даже инструментом рука диагола. И вот, не слишком я вас нагрузил страшным такими событиями из истории. Думаю, это будет немного протрезвляюще, думаю. И я не знаю, как вы, конечно, но я чем больше изучаю историю церкви, тем больше я, как бы, ну, Богу благодарен за то, что живу в это время, в котором сейчас я живу. Слава Богу, что сегодня мы имеем такую возможность изучать Слово Божье, проповедовать, зная, что за это тебя на костер не понесут сейчас, значит, значит, ну, бывают всякие, всякие, конечно, моменты, бывают неприятности, там, значит, ну, сектантом обзовут, значит, ну, нахожусь на счет, ну, как бы, вот, ой, это же не те проблемы, что в средние века, конечно. Слава Богу. Вот, хотя, я помню, однажды проповедовал в вагоне, я ехал плацкартным вагоном, проповедовал, ну, я был без ряса, по гражданке, мне это в чем-то спасло даже. Ряса была у меня, но она была так вот, в сумке. Вот, я там проповедовал, и уже за полночь уже я все проповедую, значит, ну, громкость маленько включил, значит, не то, что на ноги, а просто вижу, люди слушают, ну, в чем мне, слушайте. Я проповедую, потом вижу, уже все уже стали зевать, я тоже как бы уже спать уже захотел. Ну, а еще знаешь, почему громкость прибавил маленько. Там через несколько этих купе, там, вижу, монах какой-то едет. Он на полке лежит, там воросится, ну, я слышу, он все понимает, все слышит, ну, как бы, я так, ну, чтобы до него тоже немного донеслось. Я все это проповедую, потом люди расшлись уже, некоторые спать уже легли уже, вот, и, ну, уже за полночь было дело уже. И монах вдруг это встает, как бы в туалет, а сам, начними на меня так присматривать, значит, там, значит, примихиваются, что, что за речность такая. Вот, а потом идет ко мне, значит, и говорит, я, как, не понимаю, кто вы такой вообще. В вашей проповеди, вот, звучало и православное, и какая-то баптистское, там, и так далее, там много всего было. Значит, кто же вы такой? Я так и начал издалека, так вот, значит. И вы знаете, что? Дух из него проговорил, который его, тот дух, который его, это монаха, контролировал. Дух инквизитора. Вы знаете, я впервые это в своей практике это увидел, потому что люди рождаются и умирают, но дух, он не умирает. Знаете, это бессмертное существо, это, это, он может контролировать разные поколения, даже родственников, он может контролировать разных людей и в средневеках, и в новое время. И, в принципе, поэтому из этого возникли всевозможные неправильные понятия у людей о многих воплощениях, многих жизнях. Им кажется, что они вспоминают какие-то факты из своей прошлой жизни. Это лишь потому, что бесс имеет возможность контролировать его душу, те самые порой, которые контролировали, допустим, его каких-то знакомых в прежних поколениях, там, значит, там, родственников его, значит, или какие-то там, им могут сообщать информацию какую-то, значит, о прежних, уже умерших давно уже людей. И человеку все это внушается, он это все воспринимает как свое, свои воспоминания. Это очень скользкий путь такой. И, друзья мои, так вот, и этот монах, знаете, он разговаривает нормальным голосом, а потом вдруг я наблюдаю, я сижу перед ним буквально, я наблюдаю такую картину. Представьте, глаза вдруг его становятся, будто бы не его, металл. Вот мы увидели, не знаю, но металлические глаза просто, вообще. Металл настоящий. И металлическим голосом таким, вот не его вообще, это даже голос какой-то такой, ну, неестественный, какой-то такой, нечеловеческий какой-то голос на самом неестественный. И не громко, но отчетливо и четко он сказал следующее. Таких, как ты, раньше вот сжигали и правильно делали. А вы знаете, потом я вижу его уже, ну, это потом было уже нормальные глаза. Я понял тут же, смотри, как бы подсказка была, что это не он сейчас. Это не он, это конкретно не его голос, не его глаза. Этот холод, это был не от него. Это совершенно другое существо сейчас, которое он антролирует. Я внутри просто призвал кровь Иисуса, Иисуса, и я стал говорить о кресте Господнем, я стал говорить о Голгофе, о крови Иисуса Христа, я стал говорить о спасении через веру в Иисуса. Я говорил, говорил, говорил. Он еще вставлял пару фраз, но, в принципе, как бы говорил я. И Господь просто взял контроль такой над его помышлениями, и они были приняты к послушанию Иисусу. Это было удивительно наблюдать. И вы знаете, он в конце уже ушел, когда он лег спать, и от Бога еще поблагодарил за эту душу. И вы знаете, на утро, когда уже мы приехали, он уже перрон, люди уже толпятся, уже хотят скоро выходить. Он мне вдруг дает коробку дорогих, хороших конфет, и сумки себе достает. И говорит, знаете, я не знаю, кто вы, но мне так понравилось, то, что вы сказали в конце. А я уже не помню, что я живу в конце. Я просто говорил. И, понимаете, и говорит, что хотя бы вы не совсем православные, но вы, значит, он почернул, что Христов. И подарил мне эту коробку конфет, и я пожелал ему спасение пережить. И туда, когда он едет в этот монастырь, чтобы там тоже люди познали живого Бога и так далее. И самое интересное, он не расстроился от этого заявления, а как обычно реагируют многие монахи, значит, но и как бы даже не обиделся ничего, значит, как бы воспринял нормальный, естественно, что это, ну, как бы потребность такая есть в этом. Вот, и, понимаете, я понял, что там была духовная еще схватка такая, и духи определенные, которые контролируют сейчас некоторых священнослужителей, они же контролировали и тогда многих этих монахов. Друзья, помните историю Гадаринскую, да, когда, значит, в Гадаринской этой земле, когда бесы настолько обнаглели, что пытались Иисусом манипулировать вообще и про вас выкачать даже присутствие Иисуса. Друзья, что произошло в этой земле? И дьявол имел доступ к этим людям. И хотя стало свиной, утонуло, но свиньи-то тонут, а бесы-то они еще и тонут. А эти люди, которые вышли и сказали Иисусу нет, знаете, это прямая вот, ну, иллюстрация, что бесы-то, они там остались. А почему? Потому что люди эти не хотели каяться, они не хотели меняться, они хотели оставаться, какими они есть. Они были под контролем и определенным духом. Слава Христу, который давал и дает нам торжествовать везде, дает нам победу через веру, дает нам торжествовать во всяких обстоятельствах и ночью, днем, в разных ситуациях, на дороге, дома, где бы мы ни были. И написал Иоанна следующее в соборном послании. Дети, не бойтесь их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире. Аминь. Слава Христу. И еще два слова о заблуждениях, хотя о молитве заумерших. Дело в том, что именно учение, уже учение о индульгенциях, практика этих распродаж, индульгенции этих, ведь распродавали направо-налево эти индульгенции. И притом были скидки даже. До 50% были скидки в честь, допустим, престольных праздников или Рождества, или Пасхи. Это не в супермаркетах придумали, это как-то монахи придумали в средневекающем гибкую систему скидок. То же самое оптиным покупателям были скидки. Если ты покупаешь много прощений, много индульгенций, тебе скидки были определенные. Поэтому люди старались закупаться, так закупаться, полную корзинку, что называется. И старались под праздники покупать индульгенции, под Рождество, под Пасху или под престольный праздник. Так вот, эти лжеучения и практика ложная, вы знаете, это стало вот той каплей, последней каплей, которая переполнила чашу Божьего терпения в Европе. Друзья, именно тогда, когда уже казалось, дальше некуда уже, ну представьте, ну кругом вообще, ну, как Высоцкий пел, все не так, как надо, да? И в церкви все не так. Вот, значит, дяки курят там, ладно, там что-то еще, не помню уже, значит, вот на самом деле люди видели, что что-то не так вообще. Люди верили, конечно, какое-то время, долгое время верили в авторитет Папы, церкви, значит, всей структуры этой, и внушали из поколения в поколение, что у нас самая хорошая церковь, у нас самое классное учение, у нас вообще самое истинное христианство, и все такое прочее. Но люди видели, что вроде все самое хорошее, а почему-то жизнь-то не клеится. Почему-то проблемы, они нарастают, как снежный кум, вообще, куда дальше вообще идти? Ну, вдумайтесь только, друзья, когда Урбан Второй, первый Папа Римский, который узаконил Джихад, такой православный, католический, значит, священную войну такую, Крестовый поход объявил первый. Если вы помните, это был 1096 год, первый Крестовый поход. И Папа Римский Урбан Второй заявил следующее на собрании большом, это было в 95-м году, у себя, он заявил следующее, что каждый участник Крестового похода получит полную индульгенцию. Он заявил, что если участник этого похода, крестоносец, если он бьет хотя бы одного еврея или хотя бы одного мусульманина, он получит полную амнистию, полную индульгенцию всех своих грехов прощения по жизни. И, друзья мои, люди в это поверили. Порядка миллиона европейцев встало под ружье, миллион человек собрать. Никому не удавалось, ну, Папа Римского Урбана, такую армию грандскую собрать. И, друзья, и люди верили в эту ложь. Люди, не знаю, историки пишут, что крестоносцы, большинство гибло даже не от сабель арабов, а, простите, от дезентерии даже больше погибало, чем от стрел и сабель арабов. Потому что они, иллюстрируя, показывая свое принадотношение к церкви и свое христианство, на такой кавычках, демонстративно не мыли руки и с немытыми руками ели. Потому что, если мыть руки перед едой, это означало показать свое сомнение в истинности догматов католической церкви. Это означало по тем временам попасть под прицел монахов, инквизиторов. Это означало показать свое сочувствие мусульманам, которые омывались регулярно, ритуально, или же евреям, которые тоже соблюдали правила и постановления всевозможных омовениях. И они брали, монахи тупо брали некоторые места писания и извращали их. Якобы, что ученики Иисуса должны быть демонстративно неряхами и грязнулими, и должны есть с немытыми руками. А вот фарисеи все сектанты не моют, руки перед едой. Вот такая иллюстрация. Даже в Европе, допустим, во Франции, в Испании запрещалось принимать, допустим, ванну даже аристократкам. Реже там, я не помню такого срока. Но для обычного европейца примерно раз в полгода позволялось провести полное омовение своего тела. Раз в полгода. Вообще во Франции, на юге Франции нашла борьба с сектантством. Раз в году был указ такой, лишь полностью мыться. Вот еще это было страшно. Антисанитария, узаконенная церковью. Канонизированный, возведенный в ранг святости. Вот, конечно, в общем-то, ну представьте себе, когда человек долгое время не моется, от него святостью как на Украине говорит, ашпре. Вот, конечно, не настоящей святостью, конечно. Вот, и, друзья, вот такие были условия, жуткие условия. И к чему это приводило? То, что, понимаете, эти крестоносцы, во-первых, они принесли лишь поражение. Папа Римский обещал много золота. Золота на Востоке столько много не было, как о нем рассказывали. Вот, евреев там истребляли, мусульман с мусульманами воевали. Но, как бы, вроде бы прощения верхов добились, как бы, индульгенции добились. Но, а что дальше? Но многие крестоносцы поправили свое состояние за счет продаж, допустим, святой земли, значит, там, святой воды с Иордана, значит, там волосы каких-то святых. Множество мощей было привезено в Европу с Палестины, значит. И, в общем-то, эти маленько они подзаработали. Но все равно очень сильно обеднели. И дальше больше, друзья мои, там даже такие мощи были чудные. Даже сейчас не выставляются. Якобы даже немного от плоти Иисуса Христа, значит, там, осталось. Вот, значит, а именно, якобы, обрезание как бы Иисуса Христа, будем так говорить. Вот, значит, и крестоносцы, якобы, это все обнаружили, привезли и за бешеные деньги продали одному из графов, значит, он еле гертик, не помню, значит, на Западе. И до сих пор в Италии, в Ватикане это выставляется на обозрение, не постоянно, но можно паломникам это все лицезреть, значит, и поклоняться, значит, всему этому, значит, но это жуткая вещь. Один брат с посольства Божьего, из Киева, он регулярно бывал, как раз, в Италии по вопросам бизнеса больше, но и он часто в Ватикан приходил, там, собственно, один квартал, и вот тебе в Рим, и вот тебе и в Ватикан уже. Вот, и бывал в костелах этих, и там в одном из костелов он видел целую такую кунсткамеру, как бы, можно так выразиться, значит. Там челюсть таких-то святых, ребра таких-то святых, значит, там позвоночник таких-то святых, значит, там, короче, много всего было, много-много всего, а в конце вот, в золотом морце, и написано, я думал, может быть, у меня с итальянским что-то проблема какая-то, или с английским, но там написано было обрезание Иисуса Христа. И этого священника, якобы, когда Иисуса обрезали, обрезки, или как это назвать, не знаю, значит, мама Мария, якобы, это все спрятала и сохранила для будущих потомков, значит. Вот, значит, и я как-то спросил этого ксенца, богослова, в этом храме, я говорю, ну, как же так вы, ну, современные люди, значит, интеллигентно образованные, как же вы это, ну, прокомментируете это все, безобразие. А он сказал, знаете, это вопрос веры. Как говорится, без комментариев. Вот, и, конечно, в Библии говорится очень просто. У Оси сказано так, Бог говорит, гибнет народ мой из-за недостатка введения. И там же написано, невежественный народ гибнет. И, друзья мои, и еще у Исаии сказано, народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение. Друзья мои, на самом деле, получается так, что и сами попали в обольщение, и другие, других вводят в обольщение. Наша брань, она не против плоти или крови, но против духов злого поднебесного. Не против людей, сейчас я это говорю, а против того, что зла, которое контролирует нороство душ человеческих сегодня. Пришло время освободиться от зла. Пришло время свободы, темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно ухода. И мы, братья, меч от этого, да? Аминь. А меч у нас один, это Слово Божье. Встанем, друзья мои. Отец благословенный, Царь Вселенной, сегодня собравший нас вместе и давший нам, Господь, рассмотреть эту очень важную и архиважную тему. Господь, я прошу Тебя, пусть познание истины принесет долгожданную свободу в жизнь каждой из нас и тех, кто слушает нас. Благословенный Господь Бог наш, осветивший нас светом Своего Слова, светом Своих заповедей. Благослови нас, и пошли в свой мир наши сердца. Аминь. И, друзья, если вы узнали сейчас самого себя в этих лекциях, если вы подвержены этим заблуждениям, скажите Богу Слава Покаяния. Один на один перед Богом скажите это Богу. Скажите примерно следующее, что именем Иисуса Отец, прости меня. И скажите Богу, чтобы Он просветил вас светом Своего Слова. И также отрекитесь от всякого лжеучения. Примерно следующими словами можете сказать так вот один на один, что я отрекаюсь именем Иисуса от всяких лжеучений, от всякого религиозного оккультизма. Скажите, что примерно следующее, что я хочу служить Богу и полагаться Богу в духе и в истине. Скажите Богу, чтобы Бог открыл вам Слово Своё, которое есть истина. И будьте благословенны. Пусть Бог мира благословит вас. Аминь.